Но не прошло и года, я вновь попробовал подключиться к программе Gimbal Pro. Использую стабилизатор Eken и смартфон Redmi Note 9 Pro. Первым делом, конечно, нужно всегда, когда вставляешь в телефон стабилизатор, его отцентрировать по вертикали и горизонтали, еще перед включением. После этого, как концентрировали более-менее, можно подключаться через Bluetooth к программе Gimbal Pro. Итак, подключаем. Что же мы имеем на сегодняшний момент? Прошлое видео я делал где-то в феврале 2021 года. Так, выбираем Gimbal Pro. Делаем... Делаем запуск камеры. Верхний значок Bluetooth не включен. Надо его попробовать пальчиком включить. Тыкаем пальцем. Bluetooth, Bluetooth включается. Отлично. Колесико на стабилизаторе вращается, можно увеличивать, можно уменьшать. Но, правда, качество теряет. Почему-то все время выскакивает световая дорожка, когда даже щелкаешь фотоаппарат, делаешь фотографию. Нас интересует все-таки разрешение видео. Так, разрешение видео здесь предлагается четыре различных. Нижние вообще не будем рассматривать 720. Но все они, что плохо для меня, на 30 кадров в секунду. Это, конечно, для меня недостаточно. Я люблю... Так, привык снимать на 60 кадров в секунду. Так, включаем типа 4К. Но 4К это, конечно, немножко выдумка для сегодняшних пользователей. Реальный размер меньше. Ну, снимаем, так же приближаем, уменьшаем. Все, в общем-то, работает. Конечно, когда увеличиваешь качество хуже, ну, это уже вопрос второй. Попробуем включить 2К, так называемое. Но тоже, к сожалению, 30 кадров в секунду. При нажатии на начало записи, все равно появляется какая-то звуковая дорожка. Ну, снимает. Снимает. В общем-то, все работает. Но, к сожалению, не в том, что хотелось бы. Ну, и берем на сегодняшний момент самый нормальный режим. 19-20 на 10-80. Что говорить про 4К? Ну, это, конечно, формат уже новый. Как бы более прогрессивный. Но дело в том, что не все телевизоры, тем более не все компьютеры, могут записывать... Вернее, не все телевизоры можно смотреть в 4К. Нужно покупать новые телевизоры, новые компьютеры, чтобы обрабатывать видео. Для того, чтобы обработать программу Vegas... Я использую программу Vegas Pro 13, улучшенную. И как бы там можно записывать, рендить видео в 4К, но там при условии, если у вас есть не меньше 16 гигабайт оперативной памяти. Дело в том, что в мой компьютер максимум можно поставить только 12. А пользуюсь я сейчас на данный момент 8 гигабайт. Так что все эти форматы 4К, а дальше будет 6К, 8К, я не знаю, 100К когда-нибудь появится. Это сделано для того, чтобы люди покупали новые компьютеры, более мощные. Ну, естественно, новые телевизоры. YouTube, конечно, сделает свое дело. Все равно некоторым образом ужмет их. Да, почему-то я смотрел старые видео свои 2007 года. Они почему-то очень в страшном разрешении сделаны уже. Хотя когда-то, когда я их делал, у меня был монитор 24 дюйма. И Vegas Pro, кажется, Sony Vegas Pro, кажется, 7 модель была. Но там все было нормально. Либо они сейчас сами занижают все это. YouTube занижает. Чтобы люди как бы выбрасывали старые видео и делали новые. Такое ощущение, что этот канал как бы для одного дня. То есть, что-то снял, быстро поставил, все посмотрели. Ага-га, хорошо. И забыли. Очень, к сожалению, сейчас трудно найти какого-нибудь качественного, интересного видео. Потому что большинство каналов, как бы количество просмотров там фигурирует. И чем больше просмотров, тем быстрее выставляется на первое место. Но, к сожалению, они не совсем все интересные. Очень что-то интересное можно найти на тех каналах, которые мало просмотров. И самое ужасное, когда, в общем-то, уважаемые люди, которых иногда я вижу на YouTube, говорят такое. Ну, лайкните меня, лайкните меня. Это просто ужас. Это теряется в общем интерес к дальнейшему просмотру. То есть, все-таки, этот стабилизатор я не рекомендую до конца использовать. Его можно использовать, не подключая никаким программам. Он нормально работает. Это как поставить в рамку на пружинах телефон. То же самое будет. Только удобнее, конечно, носить его стабилизатором этим, передвигаться с ним. Спасибо за внимание. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok